Девушки отдыхают 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 чаще всего, да, все-таки не на корпус, а именно на экран. И очень важно, чтобы экран был качественный и хороший. Здесь, во-первых, диагональ хорошая, 5,71 дюймов, то есть и небольшой, и немаленький, то есть и удобно умещается в руке, и в то же время можно разместить достаточное количество иконок на приложение. И разрешение HD+, то есть качество высокого разрешения. Именно такое разрешение ставят на телевизоры, на большие плазменные экраны, которые мы вешаем у себя дома. Вот здесь практически у вас такой мини-телевизор получается с очень хорошей качественной картинкой. Здесь применяется технология IPS-матрицы, то есть под любым углом, вот смотрите, да, 180 градусов. Мы смотрим под углом, но тем не менее мы видим с вами картинку. Если сравнивать два смартфона в одинаковых ценовых категориях, то мы видим, во-первых, безрамочные технологии на Nokia, то есть минимум рамок, максимум изображения, в отличие от правого, экрана, у которого вот эти вот черные полоски, вы видите, да, которые ограничивают внимание. Такой вот каплевидный вырез под камеру, 5 мегапикселей, а здесь опять же вот эти самые полоски. Дальше мы смотрим на само изображение. Справа темное, невзрачное, неконтрастное, не такие яркие краски. У нас ярко, насыщенно, все очень красиво и очень приятно глазу, то есть глаза не устают. Знаешь, вот когда дети мои делают уроки, а сейчас все связано с телефонами, у них даже есть онлайн-уроки, они к первому уроку, например, могут не пойти. Я говорю, что ты сейчас проспал, что ли? Нет, мама, у меня сейчас по онлайн-занятиям. Все связано с техникой, все с телефоном. Да, абсолютно верно. Я всегда переживаю за их глаза, потому что все-таки, знаешь, когда некачественные изображения, зрачки напрягаются сильно и портится зрение. Поэтому для нас это очень важно, вот то, что ты нам сейчас рассказал. Да, ну и вот еще раз я показываю, да, то, что все иконки, все здесь размещается, один взмах руки, и вот все ваши другие программы, которые здесь есть. Вот она яркость, вот он, кэтчный смартфон от бренда Nokia, мировой лидер продаж. Сегодня на Shop and Show за 4999 рублей. И только представьте, какие яркие краски, как ярко вы теперь будете смотреть ваши любимые фильмы. Да, и пользоваться социальными сетями. Да, соцсети, ну это же здорово, фотографии будем выкладывать. Кстати, о фотографиях, давай сейчас тоже о них поговорим. Ну, давай мы сначала с тобой поговорим все-таки про производительность, потому что это тоже является таким неотъемлемым фактором. Здесь стоит процессор Qualcomm 215 с одним гигабайтом оперативной памяти. Опять же, это оптимальный набор характеристик для того, чтобы быстро запускать, допустим, социальные сети. Вот сейчас мы проводим сравнение, запускаем социальные сети Одноклассники. На нашем смартфоне быстренько подгрузилась она, на слабом смартфоне по-прежнему идет вот, ну, очень медленно. Дальше запускаем, ну, навигационные программы, допустим. Вот, смотрите, друзья, у нас здесь вот все характеристики сейчас описаны. Алеш, прям вот коротко. Коротко. Легкий, удобный корпус. Дисплей 5,71 дюйма, разрешение высокого качества. Две камеры 5,8 мегапикселей, вот основная 8 мегапикселей с искусственным интеллектом, который позволит дорабатывать фотографии. 3,5 миллиметров разъем для наушников и разъем для батареи. Батарея съемная, 3000 мАч, хватит на длительное время работы. Ну и скандинавский дизайн, это касается корпуса. Очень лаконичный, удобный, не пачкается, не вылетает из рук с такими плавными, скругленными краями. Действительно, все сделано, ну вот, по-скандинавски, продумано и очень удобно. И отпечатки пальцев не остаются, потому что для меня это тоже важный критерий. Вечно, когда я достаю из сумочки свой телефон, кладу, мне все время стыдно так, потом протираю быстро, пока никто не едет, и опять обратно кладу. Здесь, смотрите, как продумано все, да, вот дизайн стильный, яркий, но в то же время не пачкается, следы не остаются. 4999 рублей, два цвета на выбор, черный или бирюзовый. Было три цвета, вот третий полностью закончился. И самое главное для нас, для девочек, чтобы мы были красивыми на фото. Давайте проверим камеру. Еще раз, 8,5 мегапикселей, но плюс искусственный интеллект. Он позволяет дорабатывать фотографии и доводить их до идеального состояния. Очень часто бывает, что нам не хватает света в помещении, где мы фотографируем. И вот с использованием искусственного интеллекта мы можем как раз настроить. Смотрите, темное лицо у Оли, поскольку мы потушили цвет, а здесь у нас все красиво, все ярко, все действительно освещено. То есть картинка по-прежнему позволяет нам делать хорошие снимки, даже в затемненных освещениях. Здорово, мы когда с друзьями собираемся, да, мы всегда давайте быстро сфотографируемся, а потом потом будет темно, и мы не сможем это сделать. Теперь мы можем в любое время года фотографироваться с брендом Nokia. Это, возможно, суперкамера, суперпроизводительность, да и вообще лучший смартфон с бесплатной доставкой в любой регион России.